МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас посмотрим, насколько хорошо девушки справились с выходом в монохромном образе, а кто из них обычный дальтоник? Прошу. Полина, ты действительно выполнила задание. Мы видим один цвет, мы видим вот этот вот выбор черного. Не могу сказать, что меня радуют эти вещи. Нет, нет и еще раз нет. Если бы, предположим, эта вставка была бы не из такого вот блестящего, ну, наверняка, атласа, а, предположим, кожаная была, это выглядело бы благороднее. Я спорю с длиной этого платья. И, конечно же, опять, опять, опять. Это обувь. Ну, сколько можно? Единственное, что мне понравилось в твоем образе, это очки. Они дополняют этот образ, и тебе в нем, в общем-то, неплохо. Я категорически не согласна по поводу очков. Вы сделали микс несочетаемого. Очки, строгое платье, которое могло бы быть в бизнес-скежу или в деловом стиле, плотные колготы, как будто бы зима. Я понимаю, что вы хотели подчеркнуть монохромность тем самым. Я сегодня чуть-чуть постаралась побыть Ларой Крофт. И, может быть, немножко Виктория Бэк. Ну, так, отдаленно. Ну, такое не очень удачное сочетание двум богини шоу-бизнеса. По поводу Анны. Удобная обувь у тебя? Да. Ты так шла независимо, легко, уверенно. Аннет, я думаю, что Сережа вам не зря задал вопрос по поводу удобности вашей обуви, потому что вы одели любимый бренд Сережи, Шанель, ботильоны. Очень красиво и правильно подобраны обувь, колготы и платье. Это очень сложный цвет, очень глубокий. Он не просто зеленый, он глубокий интеллектуально зеленый. Интеллектуальный зеленый цвет против яркого красного в исполнении Наташи. Как вам ее выбор? Меня, если честно, не радует этот лобстер, рак, коммунистический товарищ. Для меня чересчур много красного. Я не могу сказать, что он сейчас вот правильно выглядит. Меня смущают красные ноги. Если бы Наташа, предположим, выбрала бы более сложный цвет и поиграла бы с оттенками красного в рамках одного образа, было бы лучше. А здесь вот такой, знаешь, вот так вот в лоб, красной такой тряпкой. На самом деле я очень сомневалась по поводу этих колгот. И уже в последний момент их одела. Я не знаю, почему я это сделала, но мне показалось, что будет недостаточно. Я не увидела себя в земле. Мало красного, да, ты считаешь? Еще когда Валентина занимался сам, создавал коллекции в доме Валентина, я был у него в Милане на показе. И, значит, вся коллекция, все девушки были в красном. И они все были в красных колготках. У них были убраны волосы в маленький пучок. Всего-то несколько лет разницы, да. Казалось бы, тогда это было верх красоты, а сейчас это уже как-то вот уже и не очень. Даниэл, не секрет, что ты очень сильно ждал выхода Кати в монохромном образе. Удалось ли ей выполнить задание? Мне нравится этот образ. Мне нравится соединение фактур. Мне очень нравится, что черный цвет, благодаря тому, что есть матовая текстура вот этого вот пальто. есть более такая глянцевая текстура в виде кожаного платья. И мне кажется, что, ну, в общем-то, ты, наверное, справилась с этим заданием лучше всех остальных. На самом деле эта юбка либо пошита неправильно, либо плохо сидит. Когда вы идете, такое ощущение, что вы на пятом месяце беременности. Если это так, я счастлива за вас. Но это не так, насколько я понимаю. Но действительно, по образу и по тому, как вы это скомпоновали, нет ни единого вопроса. Но по тому, как это сидит и вот здесь некрасиво выглядит, и плюс мое мнение, слишком большая сумка для вас, потому что вы миниатюрная девушка, мы понимаем и без большой сумки, что вы умная. Вот знаете, так вот ничего-ничего, а потом раз тут котлетку съела, и эта котлетка, она вот в этот момент вот здесь вот прямо вот выдохнула. Выдохнула, да. И вот эта вот так вот котлетка, вот так вот она и осталась. Но в целом в тренде. Отстаньте от нее, конечно. Молодец. Спасибо нашим участницам. Я хотел бы обратиться к нашему уважаемому жюри. Вам сейчас предстоит решить, кто же из наших четверых участниц покинет наше шоу следующее. Для меня лидер в этом конкурсе явный – это Аннет, потому что она не допустила никаких явных ошибок. Да. Она все сделала правильно. У меня были претензии по поводу фасона, который неправильно, не совсем правильно сел на ее фигуру. Но в принципе она с заданием справилась. По поводу Кати-дизайнера. Все-таки в этом выходе Катя проявила себя лучше, я думаю. Она подобрала правильно вещи. Видно, что Катя дизайнировала. И она на самом деле явно старалась. Поэтому я бы Катю оставила пока. Мне Полина не очень понравилась. Мне не понравился ей этот черный выход. Хорошая, яркая, интересная, красивая девочка. Но взять вот так вот и надеть, не понять, что какое-то странное платье, вообще ни о чем. Эти тоже черные колготы. Знаешь, все так буквально. Ну и, конечно же, моя слабость. Вот. Очень красивая, нарядная обувь. Провальный был выход Наташи в красных колготках и в красном платье. Но это просто уже позавчерашний век. Девушки, которые считают себя иконами стиля, они не могут себе позволить прийти на нашу программу и одеть такие красные колготки. Красные или черные? Красные или черные? Сейчас мы узнаем решение строгого, но справедливого жюри. Одна из этих прекрасных нимф сейчас буквально исчезнет на ваших глазах. Подиум буквально уйдет у нее из-под ног. Кто же в итоге улетит в Париж, а кто полетит с трехметровой высоты? Проект «Икона стиля» покидает... Это не ты, крошка! Я была уверена, что упаду и абсолютно этому не расстраивалась. Ну, есть куда расти. Это раз, спасибо за советы. Это два. В-третьих, я абсолютно индивидуально и свой стиль обожаю. Как бы отвратительно для дизайнеров я не выглядела. Возможно, именно из-за этого я выделяюсь. Я думаю, что икона стиля станет Катя, потому что она дизайнер. Как низко вы пали, девочки, хочется сказать всем тем, кто выбыл из нашего проекта. Но вы, девушки, остались. Молодцы, я вас поздравляю. И готов объявить следующую категорию. Это идеальные джинсы. Першие знаменитые джинсы были створены в Америце в 1850-е годы. Их автор Леви Страус продав первую пару за 1 доллар 46 центов. Джинсы моментально стали популярными среди золотошукачев. 20 травня 1873 года фирма Леви Страус эндко отримала ліцензию на эксклюзивное право виробництво брюк із закльопками и кишенями. Той день вважают Днем народжения джинсов.